Всем привет! Хотел уже сказать добро пожаловать на ум, но меня зовут Карл, но нет, конечно же меня зовут Грини, это канал CryptoCommons. И обсудим сегодня текущую ситуацию по рынку. Поехали! Я думаю всех волнует, конечно, что происходит, вступаем ли мы в медвежий рынок или это медвежья ловушка и все нормально. Смотрите, поэтому предлагаю продолжить рубрику, которую мы начали вчера, благодаря нашему телеграмму, на который обязательно вам советую подписаться, чтобы быть в курсе всех дел, продолжить рубрику «Скрины наших подписчиков». Но перед этим я вам хочу показать твит, который вчера сделал. Long BTC short the world. Лонгуйте биткоин, шортите мир. Я бы даже сказал шортите Apple, потому что фондовый рынок на хаях, и в какой-то момент все-таки он начнет падать. А крипта, ну посмотрите, вот iPhone 4 стоил 8 тысяч биткоинов, iPhone 5 56 биткоинов, iPhone 6 0.99 биткоина, ну и погнали. Сейчас последний iPhone 12 стоил. Предпоследний, да, или какой он? 0.06 биткоинов, всего 6 лямов Сатоши. Вот вам и, собственно, комментарии мои излишние. Все на экране перед вами. Окей. «Скрины наших подписчиков». Я смотрю, вам вчера понравилась эта рубрика, поэтому продолжаем. Ну, во-первых, вот такой вот мемчик кто-то запилил после последнего стрима. Ну, это ладно. Смотрите, интересные наблюдения, на самом деле. Вчера кто-то скинул, Константин. Немного позитива на ночь. Вот, аналогию, смотрите, как я понимаю, с 2013 годом. И то, что это произошло, это называется liquidity filling, то есть наполнение ликвидности. Тупо long squeeze, понимаете? Смотрите, вот у нас был здесь такой же liquidity filling, заполнение ликвидности. И после этого что? Мы увидели Mega To The Moon со 100 долларов по биткоину на 1300. Вот. Собственно, очень похоже выглядит, тем более вот у нас предыдущий локальный all-time high, консолидация, коррекция. То есть, в принципе, очень-очень похоже выглядит. Я не говорю, что это точно то, что произойдет, но на мой взгляд, это более вероятно, что произойдет, потому что большинство лонгистов уже капитулировали. И, ну, опять же, мы сейчас говорили с товарищем в личке, он говорит, коронадамп или не коронадамп. Я говорю, походу, скорее всего, long. Но, на мой взгляд, что может быть? Смотрите, да, это была капитуляция. Да, вот на дневке где-нибудь видно будет хорошо. Да. На дневке будет где-нибудь видно хорошо, что все, вот мы его прокололи как бы, да, и по идее должны отскочить. И внутри недельной свечи этот отскок будет как бы как одна свеча, да, если мы отскочим вот, то все. Это будет такой же liquidity feeling. А внутри, например, на 15-ти минутках, на 30-ти минутках, внутри этого всего безобразия, вы можете увидеть повторный дамп куда-нибудь чуть выше, чем мы были, например, до тела этой свечи, и потом только отскочить. Но я вчера об этом говорил. И фишка-то в том, что этого двойного дампа не будет видно на недельном. На недельной свечке это будет все еще вот одна такая свечка. Вот почему так важно, ребята, отдаляться на разные таймфреймы и понимать, что вообще происходит. То есть вас сейчас может вынести, если вы взяли лонги по стопам, и потом пойти без вас. Но, судя по тому, что я вижу, вот пока я начал записывать это видео, уже мы отскакиваем неплохо. Вот у меня Dash от Скок Лонг пошел прямо от поддержки локальной. Кросс-марджин тоже выправляется потихонечку. В принципе, скоро уже вообще выйдем из просадки такими темпами. По позиции, по портфелю вот такую же штуку держу, но это спекулятивный счет, как бы это маржинальный счет. Но это не финансовый совет, дисклеймер. Скоро вы сможете копировать мои сделки через Tycoon буквально завтра-послезавтра. Вы все увидите уже в видосе сами. Если захотите, конечно, после этого дампа копировать мои сделки. Вот, на поло тоже держу от Скок Лонг патрону по БСВшке, по Биткоин кэшу пошел. В принципе, в неплохой плюс уже выходит. Так что, смотрите, тут надо не отчаиваться. Вот в те моменты, когда все говорят, все, надо сбрасывать плечи, идти на спот. На самом деле, это как раз тот момент, как правило, когда надо брать плечи. Ну, если вы вообще с ними торгуете. Я имею в виду, что не вот здесь надо брать плечи, когда все уже как минимум в сильное сопротивление уперлось. Да, с другой стороны, говорят, вот хорошо, когда мы идем на пробой, это типа стопудово вверх. Ну, как бы да, в долгу-то да, вы выиграете с плечами, кто сейчас все это время закупает. Но в короткую все сейчас ржут и говорят, что buy the deep, buy the deep. На самом деле, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что поговорим об этом позже. Вот. Да, ребята, я чуть не забыл вам сказать, что все, кто покупали с нами битдау на аукционе на Миссу Суши, вы можете получить аирдроп. Уже пора клеймить аирдроп. Там достаточно хорошие награды, процентов 20-30, там дают от размера аллокация. По вот этой ссылке misoairdropbitdaotools.io я оставлю ссылку в описании. По этой ссылке переходите, подключайте Метамаск, нужно буквально 001 эфира на комиссию, чтобы заклеймить ваши бонусы, и вуаля. Прилетают в битдау и в эфире. Так что, кто не знал, пожалуйста, я в телеге писал. Вот почему важно, чтобы вы были подписаны на телегу еще, потому что я там писал. Вот, воспользуйтесь этой штукой обязательно, кто покупал именно на аукционе Миссу Суши. Ну, а мы продолжаем. Дальше поехали по скринам подписчиков. Вот интересный сегодня скинул хам. Думаю, говорит, интересно сравнение с 17-м годом перед хайпом, как улетим сейчас. Да, смотрите, начало взлета, первые продажи, медвежья ловушка. Это стандартный цикл хайпа. Что мы здесь видим? Начало взлета, первые продажи, медвежья ловушка. Да, внимание медиа, опять же, сейчас у нас есть. И энтузиазм, жадность и мания еще пока нету и публики. То есть еще бабушка ваша не звонит вам или соседка и не спрашивает, как купить какой-нибудь Avalanche или Sandbox. Поэтому, что тут скажешь? Я думаю, что все еще нас ждет шестизначный биткоин. Поэтому, ребята, шестизначный биткоин, пятизначный эфир и как минимум, ребята, четырехзначный дэш. Но на самом деле я жду пятизначный дэш, и вы все считаете меня психом. Но, опять же, посмотрим на дальнюю дистанцию, кто окажется прав. Я думаю, что вот это все по дэшу будет прямая линия. Но я много раз показывал его логарифмический анализ, там цели куда-то туда. Не только по дэшу, кто спрашивает. Окей, много щиткоинов, которые на дне. Но ключевое слово щиткоинов, которые могут так и не подняться. А дэш, все-таки, если вы изучите вопрос, ребята, это совершенно не щиткоин. Это абсолютно крутейшая вообще криптовалюта. Но она как бы место ей в топ-5, где она и была, кстати, раньше. Поэтому ее просто искусственно дампят, как и цену на золото сейчас. Вы если посмотрите, например, в сравнении с древесиной или с другим сырьем, золото очень недооценено. Поэтому как бы это искусственный дамп. Это все искусственное сдерживание, искусственный дамп. А на самом деле на больной глобальной картине вы видите, что золото переписывает all-time high, наконец-то многолетний, и идет наверх. И напоминаю, что золото вы можете торговать на PrimeXBT и на Femix. Ссылки на все биржи вы найдете в описании, естественно. Где-то кэшбэки, где-то бонусы, где-то всякие штуки. Вступайте также в нашу команду на Binance Futures по ссылке из описания. На состязании по Binance Futures, которое, кстати, завтра уже начнется. У нас там уже 129 участников, ребят, 129 участников в нашей команде. И также вступайте в нашу команду на Femix, кто торгует на Femix Trade Arena. На замечательнейшей бирже, кстати. Тоже нас там уже 30 человек. Так что поторгуем, поторгуем. На Femix, кстати, большие шансы урвать крутые призы, как вы понимаете, потому что меньше участников. Вот, так что поторгуем, поторгуем. Держу все еще свой лонг эпический, который набирал еще по 30 тысяч, но доусреднял его до 47. Короче, держу. Ликвидация на 40. Тейк профитов уже много взял. Золото лонгую отскок. Это на графике у нас золото с вами. Золото лонгую отскок. Дисклеймер не финансовый совет. Вот, что еще хочется сказать. Хочется сказать вот что, что не бывает, чтобы на рынке все только зарабатывали. Вы поймите, спекулянты сейчас уходят с рынка, потому что их отымели во все щели просто. И так всегда и бывает. И мы с вами все в душе немножечко спекулянты. Давайте так, а кто-то и немножечко. Но у нас также есть и инвесторская, и ходлерская, правильно, жилка? И вот важно на самом деле на крипторынке, ребят, понимать, чтобы вы были по большей части ходлеры. Потому что ходл побеждает. Биток растет очень-очень сильно, без всякого трейдинга. И альткоины тоже, если вы посмотрите. Все, кто сейчас орут, что у них не растут альткоины, они просто на хаях залетают. В большом плече, видимо. А даже Dash, который является самым аутсайдером этого цикла, все равно в плюсе на сколько? На 500% почти. Где он там был? На 40$ он был на дне. Понимаете? А сейчас на 140. И уже ходил на 400. То есть даже Dash отсюда сделал 10x. И Ripple тоже с 20 центов делал 10x. Поэтому, ребят, давайте адекватно воспринимать вещи. Кучу этих комментариев, которые сейчас плохо говорят за Dash, это еще лучшее подтверждение того, что все с ним будет нормально. Посмотрите, зеленая супер гупи. Да, правда, сейчас в моменте она чуть-чуть посерела. Но вот это, конечно, да. Это момент, за которым стоит наблюдать. Но в целом она зеленая. И уже год мы в бычьем тренде. Трендимся наверх. Да, разгоняемся долго. Да, выносим хомяков. Но я думаю, что мы увидим такую ракету, что просто типа вот такой. Поэтому, друзья мои, дисклеймер, не финансовый совет. Доминация BTC, кстати говоря, падает. Как мы с вами ожидали. То есть альткоины к биткоину иксуют. Поэтому сидеть сейчас в альтах достаточно прикольно. Как вы можете видеть из того, что я вам показывал, вот даже здесь и здесь. Поэтому да, выбираемся из просадки. Ну, что можно сказать? Кто зафиксился, молодец. Кто не зафиксился, выбираемся из просадки. Какие у нас с вами еще варианты? Сдаваться, что ли? Сейчас просто многие сдадутся, продадут вообще за бесценок. Выйдут с рынка, будут сидеть. А в итоге что мы сделаем? Конечно же, как всегда. Это же биткоин. Еще что хочу отметить, последнее. Дневной таймфрейм. Вот эта вот линия белая, это 200-й экспоненциальный дневной мувинг. Как вы можете знать из истории, это очень важная линия поддержки для бычьего рынка. Вот здесь, вот здесь, да. Вот здесь, когда мы проваливались в локальный медвежий тренд, она была как сопротивлением выступила. Это Карл сегодня показывал. Карл меня обогнал. Это, кстати, тоже подписчик какой-то скидывал вчера, что 200-ку удержали. Никто не видит. В комментариях кто-то написал. Я присматриваю тоже за 200-кой. Посмотрите, каждый раз, когда мы ее удерживали, вот здесь, после того, как пробились, наверх отскочили. Каждый раз она выступала хорошей поддержкой бычего рынка. Вот здесь. Вы можете в историю идти и видеть везде, что когда мы над ней, и сетка гупи зеленая, все хорошо. Сейчас мы, ребята, мы как раз сражаемся с этим мувингом, и сетка гупи уже посерела. То есть, в принципе, если мы сейчас провалимся, и этот мувинг выступит как сопротивление, то локальный медвежий тренд нас может ждать еще вот типа такого до финального, скажем так, пробоя все-таки наверх из него в первом квартале следующего года. Но, честно говоря, я этого сценария не жду. Я жду, что мы сейчас выпрыгнем, как мячик из-под воды, как вот я вам показывал, ликвидити фил. И удержим этот мувинг, и сетка супер гупи развернется. Вот. Но вы напишите мне, что, чего ожидаете вы, пожалуйста, в комментариях. Как вы смотрите на такой бычий анализ, что мы все еще в середине цикла, и это все просто медвежья ловушка перед сильным пробоем наверх. Верите ли вы в него или нет, или вы ждете более глубокой коррекции, или, может быть, даже здорового флета, здорового флета, в котором просто всех по это самое, изнурительного, и потом только пробоя наверх. Или же для вас вот эта вот красная точка на маркет сайфере, и вот этот дивер все-таки более склоняет вас в медвежью сторону, и что это был пик, двойной пик такой, да, и мы идем вниз. Напишите мне, потому что очень интересно, потому что я уже говорил, для меня вот эти дивера, это скорее вот эти дивера, которые были вот здесь. Их даже не видно сейчас, даже не видно. То есть я все еще жду реально, что мы возьмем, и как вот здесь, да, дорисуем еще несколько таких диверов, при этом улетим куда-нибудь вот туда, и это все станет прямой линией. Как это обычно и происходило с биткоином, если вы посмотрите в историю, все предыдущее движение становилось прямой линией. Видите, ее не видно. А у нас пока с вами еще видно, вот так если мы сделаем, если мы это вернем на максималочку, как вы хотите, то у нас это не прямая линия, у нас здесь все видно. Вот на мой взгляд должно все стать вот так. Тупо, примитивным языком, вот таким вот банально вам рассказываю. Поэтому 150-200-250 тысяч за биток, все еще на балансе вероятностей. Надеюсь, что не полную фигню я сейчас сморозил. Ладно, все, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите, что вы думаете. Торгуйте аккуратно с риск-менеджментом, с холодной головой. Это Гринни, канал Криптокомментс. Все ссылки в описании. И скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок